МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сегодня развивается сельское хозяйство Казахстана? С какими вопросами сталкивается наша агроиндустриальная страна? И чем живут день ото дня простые труженики села? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в ближайшие 5 минут. Здравствуйте! В эфире 24КЗ программа Агросектор. В Казахстане возрождается верблюдоводство. Выносливы, с непростым характером, эти животные не только символ богатства, как издавна считалось у казахов. Сегодня они приносят достаток и благополучие. Мангистауские фермеры уверены, что с помощью государственной поддержки наши отечественные шубат и шерсть могут конкурировать на зарубежных рынках. Верблюдоводством в Казахстане занимаются с древнейших времен. Для экономики страны эта отрасль в сравнении с разведением остальных видов домашних животных является наиболее выгодной, поскольку позволяет в условиях пустынного и полупустынного климата обеспечивать потребности населения в мясе, молоке и шерсти. К тому же в содержании верблюд чрезвычайно неприхотлив и вынослив. Табуны племенных верблюдов можно увидеть в южных и западных областях республики. В Мангистаусской области насчитывается около 59 тысяч голов верблюдов. От государства предприниматели получают по 37 тысяч тенге за каждую купленную дорогую породу. Всем известно, какой популярностью пользуется верблюжье молоко, из которого делается уникальный напиток шубат. На приобретение племенных верблюдов предпринимателям нашего региона выделяются субсидии. Их норматив составляет 55 тенге за один литр напитка. С 2014 года финансовую поддержку животноводы получают и на производство верблюжьего мяса. Теперь за один килограмм верблюжатиной предусмотрено 90 тенге. Реальные деньги из отходов животных получают фермеры в Атыраусской области. Здесь работает уникальное для Казахстана производство биогумуса. Проект запустили в рамках программы индустриально-инновационного развития. В качестве исходного сырья используют обыкновенный коровий навоз. На выходе получают органическое удобрение, весьма востребованное у садоводов и бахчеводов. Производство биогумуса решили запустить на базе современной молочно-товарной фермы. Само предприятие открывали в начале этого года. Хозяйство рассчитано на тысячу голов племенных бурёнок. А потому ещё на этапе проектирования здесь задумались над вопросом утилизации отходов животноводства. И если в обычных условиях этот процесс требует от фермеров дополнительных расходов, то после запуска комплекта по производству биогумуса расходная часть превращается в доходную. Сразу после строительства и запуска комплекса задумались об утилизации. Приобрели оборудование, запустили проект. В день комплекс производит до 9 тонн биогумуса. Это отличное органическое удобрение для садоводов. Есть предварительные договорённости с крупными компаниями, занимающимися озеленением. Кроме этого, используем его в хозяйстве, как подстилку для скота. Как вы сами видите, масса абсолютно сухая, пропадает даже запах. Специальная технология обработки позволяет сократить процесс созревания в тысячи раз. Если обычному навозу для этого необходимо около года, то здесь этот процесс занимает несколько часов. Мэдэйн, Казахстан, в Дубае. Североказахстанские пчеловоды расширяют границы торговли. Недавно предприниматели съездили в Арабские Эмираты и подписали договор о поставке 100 тонн мёда до конца текущего года. О планах местных производителей сладкого нектара расскажет наш региональный корреспондент. Ассоциация пчеловодов в Североказахстанской области существует уже 20 лет. По словам председателя, потенциал производства мёда здесь достаточно высокий. Но в регионе спрос невелик. За счёт арабских потребителей пчеловоды планируют вывести пасечный бизнес на новый уровень. Арабам очень понравился наш мёд. Они заинтересовались, хотели закупать наш мёд. Сейчас просчитывается логистика, делаются анализы, все необходимые. Возможно, что будем поставлять мёд в арабские эмираты. Сейчас пчеловоды увеличивают количество ульев. В одной семье имеется до 100 тысяч пчёл. Уже к концу июня предприниматели планируют получить первый нектар за этот год. Земля – единственный источник богатства. И лишь сельское хозяйство его приумножает. Это была программа «Агросектор». Успехов вам в добрых делах и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова